Всем доброго времени суток! Кто смотрел мой прошлый выпуск, знают, что я говорил про еще несколько сборок. Так вот, это одна из этих сборок, и она же является наглядным примером моего выпуска про идеальные сборки. В общем, ссылки на железо оставлю в описании, а на прошлые выпуски в конечной заставке. Итак, давайте по порядку, а начну с распаковки материнской платы на сокете 1156 Asus P7H55M. Форм-фактор mini ATX, 4 слота под оперативную память на DDR3 с максимальной частотой, которая зависит от процессора. 6 SATA портов, 8-пиновое питание процессора, 1 PCI-Express, 2 PCI-Express X1 и 1 PCI-Express X16 2.0. А также 8-канальный звук, гигабитный интернет, 1 PS2, 6 USB 2.0, VGA, HDMI и SPDF. Процессор Intel Xeon X3430, частота в 2,4 ГГц, кэш уровней 64 кБ, 256 кБ и 8 МБ третьего уровня соответственно. Количество ядер 4 потоков тоже, множитель 18, критическая температура 72 градуса, рассеиваемая мощность 95 Ватт и техпроцесс 45 нанометров. Оперативная память планка в 4 ГБ с частотой в 1333 МГц, она с прошлой покупки, так же как и видеокарта. GTX 750 Ti одна из самых известных в бюджетном сегменте карт, которая активно продается в китайских магазинах. Собирать буду все в открытом стенде, который был сделан мною в одном из прошлых выпусков, ссылка будет в конечной заставке. И блок питания от LinkWord тоже из прошлого выпуска, на 430 Ватт, без какого-либо сертификата, но которым я доволен уже несколько лет. Совсем забыл про жесткий диск, который от фирмы VD на 500 ГБ, и да, он тоже с прошлого выпуска. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь проведем несколько тестов производительности, затем тесты в играх и посмотрим на что способна эта сборка. Тем временем с помощью Ваттметра замерю реальную потребляемую мощность, а датчик температуры покажет, насколько греются цепи питания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Протестировать получилось всего лишь три игры, из-за слабого охлаждения процессора системник периодически выключался. Ну и видно, что процессор даже без разгона чувствует себя хорошо в связке с видеокартой, а вот оперативки маловато. И пока не возьму кулер с хорошим теплоотводом, тестировать дальше не хочу, а о разгоне вообще можно забыть. Конечно, это не последний выпуск с этой сборкой, да и другая сборка на подходе, так что советую подписаться и нажать на колокольчик. А лучшая благодарность, лайк и репост, вам не сложно, а для меня будет стимулом дальнейшего развития. На все железо, которое участвовало у меня сегодня, ссылки есть в описании, там же ссылки и на другие мои ресурсы. А кому нужен совет или помощь по ремонту, обращайтесь в группу ВК или в чат в Телеграм, помогу чем смогу. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok